привет всем вы на канале my reason to play и reason studio таки анонсировали выход 13 версии своей идеи w ну а мы конечно же не могли остаться в стороне и не посмотреть что же там новенького они подвезли на момент съемки видео это еще бета-версия у меня но возможно когда вы будете смотреть она уже выйдет полноценная но мы давайте посмотрим что у нее внутри сравним с 12 и поймем стоит ли обновляться или нет поехали итак у меня открыто сразу две версии резона я буду переключаться между ними для того чтобы сравнить интерфейс вот 13 версия вот 12 сразу же первое что бросается в глаза что у нас рабочая площадь стала заметно больше за счет чего вот эта левая часть в двенадцатом резоне она занимала довольно много места и тут они значительно сократили ее то есть вот эти вот вот вкладки инструменты эффекты утилиты они перенесли наверх это довольно удобно потому что я всегда раньше делал вот так я сужал вот эту панельку но тут вот тогда не видно надписи а здесь вот инструменты эффекты все замечательно видно а вот эти все менюшки с браузером пресетов они перенесли сюда вот отдельное окно целое на это выделили удобно это или нет ну наверное да потому что когда в 12 мы выбираем пресет если мы залезаем куда-нибудь глубоко в дебри у нас появляется неудобный горизонтальный скролл вот это вот вот все не не очень удобно читать и приходится раздвигать опять возвращать и съедать пол экрана лишние действия опять же поиск здесь неудобный вот вы видите с чем приходится сталкиваться здесь же у нас вот я нажимаю брауз и все я могу открывать директории и видите внутри этих директорий всю структуру прямо здесь в окне могу расширить окно и все здесь прекрасно видно это не влияет абсолютно на мой основной интерфейс плюс здесь они добавили теги наконец-то очень похоже на машин стала то есть нам нужно там какой-нибудь dark hop и мы все отсортировали с этим тегом нам нужно что-то акустик вот стало еще меньше и это же работает для всех пресетов то есть если мы допустим поставим какой-нибудь синтезатор когда мы открываем пресеты у нас также появляется это окно и здесь мы тоже можем фильтровать вот арпеджио мы увидели все что есть арпеджио для тора очень удобно такого конечно же в двенадцатой версии не было то есть если я вот перетянул тот же самый тор то вот браузинг пресетов вот он такой же как и был здесь древовидный еще одна очень важная вещь касательно поиска здесь теперь можно искать по всем вкладкам то есть если я напишу что-нибудь я вижу это в инструментах в эффектах у меня применился тот же самый фильтр в утилитах в плеерах и так далее здесь же в 12 версии такое было невозможно то есть я вот написал в инструментах переключаюсь на эффекты у меня фильтр сбрасывается я здесь должен опять это написать что-то я вот допустим ищу переключаясь опять в инструмент у меня фильтр сбросился и каждый раз если я допустим не помню где у меня это было в эффектах или утилитах мне приходится заново набирать фильтр то здесь он запоминает при переключении между вкладками что очень удобно единственный минус вот выделение двойного мне не всегда срабатывает вот я вот сейчас кликаю она не срабатывает это возможно какой-то баг может по фиксит но не очень удобно вот ведь я кликаю и без толку даже вот на само слово кликаю вот не выделяется но мне что еще мы видим в 13 версии здесь вверху появились вот такие вкладочки микшер рек секвенсор которые включают и включают те или иные окна у нас и также флип проект который переворачивает то есть по табу для тех кто привык уже работать в reason он конечно же использует горячий клавиши вот допустим f5 f6 и так далее прошлой версии у нас были вот такие вот вот гармошечки раскладушечки слева ну лично мне кажется вверху наверное все таки поудобнее обновился так же интерфейс секвенсора то есть если я вот допустим в секвенсоре нажимаю двойным кликом то у меня есть возможность получить доступ до всей аранжировки то есть вы видите клипы у меня здесь а секвенция внизу удобно это или нет ну наверное надо привыкать с одной стороны удобно потому что я вижу здесь всю аранжировку и мне не надо переключаться вот напомню как было в reason 12 то есть мы кликаем и у нас аранжировка пропадает то есть мы можем видеть либо только одну секвенцию либо закрывать и видеть аранжировку при редакторе сэмплов мы вот проваливались вот либо такой слайсы едет либо печи едет либо овердап наш то в тринадцатом мы видим вот параллельно две дорожки да если их выбрала одна синим это та которая не активна и 1 красном которая сейчас активна то же самое с сэмплами мы нажимаем на сэмпл и сразу попадаем в редактор плюс здесь появилась возможность вот так вот зумить то есть мы нажимаем на верхнюю часть и можем делать zoom out зум in здесь же мы можем сразу нарезать наш сэмпл единственный минус такого подхода в том что у вас появляется еще больше разделителей горизонтальных на экране то есть их и так было немало здесь но еще теперь добавилось причем вот этот редактор not или редактор сэмплов будет пропадать если мы его закроем он так вот пропал когда мы нажали он появился то есть он такой динамический он не всегда здесь присутствует поэтому ну нравится или нет наверное надо будет привыкать по поводу зума тоже вот здесь можно делать мисклики то есть мы можем нажать здесь у нас управляется курсор а чуть выше это уже зум то есть я допустим хочу сделать зум но чуть-чуть промазываю и подвинулся курсор что еще они сделали вот здесь вот панель управления нотами они перенесли в левую часть то есть в двенадцатом у нас была наверху вот здесь вот мы могли изменять длину позицию то теперь здесь все собрано слева плюс они еще сделали выпадающую менюшку но тулс тут трансполз velocity то есть вот такие вот тут всплывающие окошечки где мы можем транспонировать и так далее так далее ну как бы это уже мелочи еще из приятных нововведений появился новый синтезатор polytone dual layer синтезатор давайте даже увеличим экран application zoom здесь есть встроенный зум у нас теперь в резине вот у нас новый красавец вкратце по нему если пробежаться то это двух тембральный аналогово эмулирующий синтезатор у нас есть два осциллятора на борту с выбором аналоговой формы волны но допустим какой-нибудь выберем треугольник и прямоугольник мы можем смешивать сигналы на микшере на микшере есть level с overdrive с перегрузом и загорается лампочка и но из осциллятор в принципе здесь же мы можем делать fm осциллятор sync и автоматизацию параметров вот соседней ручкой допустим pitch по лфо или по огибайке у нас есть две огибающие фильтра и усилителя ну давайте что-нибудь тут накрутим такое фильтр чтобы плавненько открывался усилителем будет что-то типа пэда у нас закроем фильтр и установим amount количество воздействия огибающий фильтра на фильтр фильтр у нас плавно меняющийся с 24 децибел лоу пас до 12 бэнд пас и в хай пас переходит можно сделать точную настройку осцилляторов допустим расстроить их немножко чтоб более аналоговый звук получался на борту есть управление полифонией вот все что светленькая это относится к обоим слоям глобальная лфо которое можно применять допустим на вот этот параметра который мы еще поговорим хорус и ревер ну и второй слой это в принципе точно такой же синтезатор и мы можем переключаться между слоями а можем их смешивать вот тут есть режим сингл когда у нас работает либо а либо b а есть микс это смешивание синтезаторов и вот чем мы будем смешивать слои допустим вот этим фейдером до или глобальным лфо которые мы уже посмотрели а можно делать морф морфинг это когда параметры одного слоя начинают переползать плавно в другой то есть если допустим мы здесь вот повысим пить у второго осциллятора а на слой b оставим то пич у нас будет плавно сползать с первого слоя на второй слой при движении фейдера также будет открываться одновременно фильтр также будет меняться форма волны и в общем вся разница что мы накрутили между слоями ну вот какой то такой интересный синтезатор можно посмотреть пару пресетов вот мы опять попадаем в этот браузер и еще я забыл сказать что если нам не нравится древовидная структура мы можем сделать flat и у нас вот все файлы и все пресеты будут видны виде списка а а помимо этого синтезатора появились еще некоторые эффекты самые главные самый жирный эффект это delay я считаю отличный delay вот если мы сбросим его по умолчанию мы видим что у нас есть возможность работы в режиме dual то есть отдельно левый и правый канал либо смешанные давайте сделаем dual и разное значение для левого и правого канала просто это честно говоря мечта для даб музыки вот тут же мы можем все это фильтровать сделать сдвиг по частоте отредактировать эквалайзер замораживать хвост есть поддержка ping pong есть у нас вот тайм мультиплеер то есть умножитель или делитель времени он тоже pitch похоже затрагивает воблер это эффект такой немножко плыть по пичу будет хвост плюс у нас в delay сразу же есть ревер вот space здесь мы можем сделать количество размер длительность хвоста и режим delay затем space или параллельно то есть сигнал уходит на delay и на ревер есть у нас шум вот видите какой low fine и такой вот режим у меня сейчас стоит такой глич добавляет есть другие типы шумов вот белый шум и куда он будет набравляться в цепочку фидбэка delay или в ревер или напрямую в выход то же самое с дисторшеном диджитал эффект такой биткрашера плюс еще и матрица модуляции то есть очень дела и хороший мне очень нравится помимо этого дела я появился стереотул расширение стерео диапазона вот допустим у меня здесь моно сэмпл стерео панорама абсолютно отсутствует добавляем стереотул еще и сдвиг по частотам есть у него фильтрация нижних частот появилась еще новая утилита sidechain tool здесь мы настраиваем вид нашего сигнала sidechain как она будет сжимать сигнал мы можем задавать здесь кривую рисовать ее или выбирать из существующих в принципе тоже полезно утилита хотя у нас в ризане есть встроенный sidechain но это вот такое вот дополнение причем у него есть даже вход sidechain input то есть мы можем его подключать допустим к определенному синтезатору который мы хотим про sidechain может быть по лфо здесь есть авто есть триггер причем мы можем устанавливать порог срабатывания threshold которого сигнала который мы завели сюда в sidechain input может быть кому-то будет полезно и последняя утилита находится в разделе utilities это вот такой вот gain tool это небольшой такой микшер можно использовать как gain можно как микшер у нас есть два канала мы можем выставлять им gain то есть просто делать его погромче работать с панорамой то есть сжимать до моно или раздвигать до стерео панорамировать его можем смешивать каналы а можем делать вот такой вот диджейский crossfade с одного канала на другой канал main и aux это вот два входа main и aux то есть можно использовать как микшер можно использовать как эффектор ну вот и все основные новинки risen 13 в принципе мне они очень все понравились каково ваше мнение пишите в комментариях всего доброго пока